Добрый вечер. Итоги дня на телеканале Хабар в студии Марат Мухамедсулеев. График предстоящих встреч обсудили Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин. В телефонном разговоре Ельбасы и президент России отметили поступательное развитие казахстанско-российского политического и торгово-экономического сотрудничества. Страны намерены и дальше продвигать диалог в гуманитарной сфере, в рамках которого в сентябре пройдут Дни культуры Казахстана в России. В личной беседе с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Казахстан Алексеем Бородавкиным Нурсултан Назарбаев отметил, что Россия остается основным союзником и партнером Казахстана по всем направлениям. Первый президент Казахстана подчеркнул доверительный характер сложившихся отношений. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия в рамках евразийской экономической интеграции. Нурсултан Назарбаев также выразил уверенность, что деятельность посольства будет направлена на сближение и укрепление дружеских отношений между странами. В России испытывают по отношению к Казахстану глубочайшее уважение как создателю архитектуры независимого Казахстана, первому президенту и лидеру нации. Мы считаем, что мы по-прежнему остаемся гарантом того, что курс, избранный первым президентом, в частности на сотрудничество с Россией, на союз и интеграцию с Россией, будет продолжаться. Россия наш самый крупный экономический партнер. Все годы своей работы строил отношения доверительного, близкого и основной договор о дружбе и сотрудничестве с 92-го года, потом союзничество и обращенный в 21-й век, основополающий нашей договоренности, как вы помните. Наши частые встречи с Владимиром Владимировичем в политическом плане говорят сами за себя. Россия остается основным нашим союзником и партнером по всем направлениям. Мы доряжим этими отношениями и будем развивать. Поэтому курс наш вот такой, и я надеюсь, что вы будете во всячески способствовать дальнейшему сближению, дальнейшему повышению мер доверия и дружеских отношений между нашими странами. Почти год назад президентами России и Казахстана был утвержден трехлетний план совместных действий, определяющий первоочередные задачи двустороннего сотрудничества. Стратегическое партнерство России и Казахстана развивается и охватывает все новые направления в торгово-экономической сфере, наукоемком секторе, энергетике, транспорте и космосе. В прошлом году торговый оборот России и Казахстана превысил 18 миллиардов долларов. Россия продала Казахстану товаров на 13 миллиардов, а казахстанские предприниматели экспортировали в соседнее государство больше, чем на 5 миллиардов. Масштабный проект, первая очередь газовой магистрали Сарарка, по которой голубое топливо придет в столицу и Карагандинский регион, близится к завершению. Газовики трубопровод сдадут вовремя, а вот создать газораспределительную инфраструктуру оказались не в состоянии столичной власти. Завершение строительства жителям главного города страны ждать еще год. Почему даже за деньги в столице ничего не смогли построить, расскажет Зарина Ахмеджанова. Ханше Имбекова в столичном микрорайоне Коктал живет 15 лет. В отопительный сезон печь нужно топить каждый день. Что пенсионерка и делает, пусть и не просто, это в ее годы. Трудно, конечно. Уголь много надо. Три-четыре раза уголь покупаем, по 14 тысяч даже больше. В прошлом году 3-4 раза купили, по 6-8 тонн. Зима в столице суровая и длится больше полугода. Поэтому многие владельцы частных домов мечтали бы перестать топиться углем. В профильном министерстве обещали перевезти на газ 22 тысячи домов столицы. Но, видимо, людям придется подождать еще как минимум один год. Газ в столицу придет по магистральному газопроводу Сарарка. Его в эксплуатацию сдадут вовремя. Газ ждут и карагандинцы, и жители столичного района. Но в главном городе страны, несмотря на поставленную лично Ельбасы задачу, сроки строительства первого и второго пускового комплексов сорвали. Внутри городской газораспорядительной инфраструктуры попросту нет. По дорожной карте ожидалось, что начало строительства будет в апреле текущего года с завершением и вводом в эксплуатацию в декабре текущего года. Вы до сих пор не начали строительство. Не подано одному из этих объектов. При этом мы из республиканского бюджета вам предусмотрели и профинансировали, перечислил в местный бюджет 2,7 миллиарда деньги. Ни одного тина не освоено. Засрыв проекта, как пообещал министр энергетики, кто-то обязательно понесет дисциплинарную ответственность. Пока же ответственные чиновники выясняют, почему работа не выполнена. Мы планируем начать на ТЭЦ-1 модернизацию в марте следующего года и к следующему отопительному сезону мы подкручиваем. И на ТЭЦ-2 модернизацию мы начнем в июле следующего года и тоже к отопительному сезону следующего года мы подкручиваем, уже переведем на газ. Почти 90% газа, который будет поступать в остановку, там будет потребляться ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. И вторая часть работы – это строительство газоспределительных сетей для населения. Жители столицы на дым из труб теплоэлектромагистрали и частных владений жалуются не первый год. Если газ в столице все же смогут принять, вредных выбросов станет в 6 раз или на 35 тысяч тонн в год меньше. Я приблизительно считаю, если бы ТЭЦ мы сейчас включили бы, дело это где-то порядка 7-8 миллионов тонн, наверное, угля было бы в год. Это огромное количество массы, из которого выходят загрязняющие вещества. Вред наиогромнейший. Углекислый газ, эти тяжелые вещества, которые проникают в органы дыхания, значит, кожаный покров, печень, почка. Газопровод, на который возлагают надежды казахстанцы, строят в три этапа. От Казаларды ветка через Жасказган, Караганду, Тимиртал дойдет до Нурсултана. С 2022 года газовую магистраль начнут тянуть в сторону Кукшетал, а с 2024 до Петропавловска. Все эти работы обойдутся больше, чем в 267 миллиардов тенге. Сколько будет стоить кубометр газа в Министерстве энергетики, пока не знают. Каждый регион, допустим, будет иметь свой тариф. Но в то же время, я хочу сказать, тариф на магистральную транспортировку, он будет един, во-первых. Во-вторых, цена на газ, устанавливаемая, точно так же будет устанавливаться с учетом себестоимости газа. Во главе УЛА ставится уровень социально-экономического развития, социально-экономические ситуации того или иного региона. До конца года газ придет на несколько улиц в Караганде и Тимиртау. В области в ближайшие 5-7 лет поэтапно голубое топливо подведут в 6 городов и больше, чем 100 населенных пунктов. Живут там свыше миллиона человек. В планах на первые пусковые комплексы у нас три города стоят. Это Джизгазган, Караганда, Тимиртау. По городу Джизгазган уже строительно-монтажные работы ведутся. Сейчас ведутся работы в сторону поселка Талап, это рядом находится. В первую очередь мы до конца года должны газифицировать этот поселок. После ввода только первой очереди магистрали Сарарка природный газ станет доступным в 171 населенном пункте республики. Зарина Ахмеджанова, Ермей Кеншебек, Юлана Чаус. Итоги дня. Другим темам. Директора Руднинского дома ребенка уволили, а руководитель управления здравоохранения Костанайской области получил выговор. Дисциплинарные меры приняты по итогам проверки детского дома, во время которой выявлена масса нарушений. Больше всего членов комиссии шокировало содержание детей. Сирот инвалидов не выводили на прогулки, а персонал называл воспитанников не по именам, а по порядковому номеру. Лаура Байбачанова о том, почему выявить издевательства способны только проверки общественников, но неуполномоченных в госструктур. Как зовут? Пошли. Как зовут? Ответить на этот вопрос не смог ни один из малышей. По предположениям, потому что имен своих не знают. Откликаются на порядковый номер. Некоторые не выходят на прогулку не потому, что номер несчастливый, а потому что самостоятельно передвигаться не могут. У многих пролежни. Это уже о качестве ухода за и так обделенными судьбой детьми. А вы гулять выводите, да? Нет, эти дети не гуляют. Эти дети. Так, по версии проверяющих, персонал называл малышей с патологиями. Плюс ко всему, детей содержали еще и в антисанитарных условиях. Также нас расстроило, что ребенок на видео, около кроватки которого мы стоим, лежачий ребенок, он был в рвотных массах. Мы попросили переодеть этого ребенка. И при нас, ребенка переодевая, они делали это очень грубо. Нас всех очень взволновало то, именно в каком состоянии находятся дети именно в палеотивной группе. В группе, где находятся дети с особенностями развития, где лежачие дети, которые сами не могут себя обслужить. Это дети с различными патологиями, нарушениями. Среди них был ребенок с гетроцефалией. И этот ребенок с пролежними. Видео из Руднинского дома ребенка за два дня облетело всю страну. После широкой огласки директора детского дома уволили, а руководитель управления здравоохранения получил выговор. Но персонал себя виновным не считает. Сами сотрудники обратились с тем, что они не согласны, что проверка была не санкционированная, что в принципе не является правдой. И само доказательство их ухода, я думаю, даже на примере того ребенка с гетроцефалией, у которого пролежни, им об этом должно о многом говорить. Вчера посещали местные журналисты и сотрудники дом ребенка города Рудного. И сотрудники их убеждали, что такие дети не могут гулять на улице. То есть даже уровень квалифицированности вызывает вопрос, что люди, которые ухаживают, считают, что такие детки могут и должны все время находиться в помещении. И даже в летний период не имеют права гулять. Руководство области обещало перевезти детей из Рудного в дом ребенка Кустаная. Правда, рассказывать об этом на камеру представители компетентных органов отказались. Теперь в планах комиссии проверят детские дома Алматинской области. Но вопрос, почему такие ситуации вообще становятся возможными в государственных учреждениях, видимо, повиснет в воздухе. По крайней мере, до тех пор, пока курирующее министерство не разработает более четких, нежели внезапная проверка механизмов контроля. Лаура Байбаченова, Тимур Козагулов. Итоги дня. На собственном Лексусе за бесплатным рюкзаком приехал Павлодарец местную благотворительную организацию. Акцию «Школьный портфель» ежегодно проводят волонтеры клуба «Добряков». Список нуждающихся им предоставляют местные исполнительные органы. Занесена была в него и фамилия малоимущего на Лексусе. Потому мужчине без сомнений передали помощь. Хотя всякое случается. Для кого-то и престижная иномарка всего лишь средство передвижения. Но человек, который садится в Лексус, он очень вряд ли может подходить в категорию малоимущего человека. Но чтобы не быть голословными, чтобы не обвинять, потому что ситуации могут быть разные. Может быть он водитель, может быть он взял у кого-то машину. Мы, конечно же, сами по своим каналам проверили. И выяснилось, что автомобиль оформлен на него. Они живут в достаточно хорошем доме, в частном доме, в каменном. В тупиковую ситуацию попали повладарцы, ставшие жертвами квартирных мошенников. Те каким-то образом оформляли в госорганах документы на, по сути, бесхозные квартиры. А затем продавали их. Сегодня апелляционный суд отказал очередному покупателю вернуть право собственности на, казалось бы, законно приобретенное жилье. Кто теперь в тереме живет, выяснял Салават Тимир Булатулла. Эту однокомнатную квартиру Александр Сидоров купил накануне нового 2018 года. Парень долго копил. Хотел сделать подарок жене и маленькому сыну. Здесь ремонта не было вообще. Совсем не было ремонта. Делали абсолютно все. Спустя год Александр узнал, что его жилье на самом деле ему не принадлежит. В суде выяснилось, что настоящая владельца квартиры давно умерла, а наследников нет. Мошенники оформили недвижимость на Ольгу Гусеву, которая затем по поддельным документам и продала ее. За свои услуги женщина получила 100 тысяч тенге. Затянули в сеть меня. Мошенников. Вот. Вот эта марка, я ей согласилась. Работают на них. Аздоева и второго лица тоже. По миру забыла, не знаю. По решению горсуда, квартира, купленная Александром, отошла к государству. Парень написал апелляцию, но и вышестоящие инстанции его не поддержали. Хотя признали добросовестным покупателям. Здесь не признать по-другому нельзя. И вот такая ситуация сложилась. Поэтому вторая сделка правильной судом тоже признана недействительной. Говорит следователь, мы боремся за права мертвых людей. Они умерли, они борются за эти права. А за наши права, за живых людей, за молодую семью в Казахстане никто не борется. Никому ничего не надо. Мы своими силами должны бороться. За аферами с квадратными метрами умерших хозяев стояла организованная преступная группа. Ее участники задержаны. Расследование громкоуголовного дела по организованной преступной группе, которая занималась квартирными аферами в Павлодаре, длится уже 11 лет. Сейчас под арестом 8 человек. Дело состоит из 62 томов по 34 эпизодам. До юра возмещать убытки должны мошенники. С другой стороны, если представители государственных органов способствовали совершению махинации, то не должно ли перед потерпевшими отвечать государство? Как стало известно нам из разговоров со следователями, что квартиры они находили именно через участковых с государственными структурами, где регистрируется свидетельство о смерти, есть ли имущество над человеком и так далее. И вопрос остался без ответа, как были зарегистрированы поддельные документы в юстиции. Для меня, конечно, это был шок и слезы, и я несколько дней вообще в себя не могла прийти. Конечно, обидно. Мы признаны добросовестным приобретателем, но тем не менее у нас забирают квартиры. Сейчас пострадавшие готовят обращение в Верховный суд. Из Павлодара, Салаватимирбулатула, Марат Игельков и Алексея Мельницкий. Итоги дня. О формировании в Казахстане президентского кадрового резерва сегодня Касымжамар Тотокаеву доложила председатель агентства по делам государственной службы. Она, Ржаилганова, озвучила основные аспекты формирования структуры. Глава государства поручил обеспечить максимальную прозрачность процесса отбора и создать условия для участия всех заинтересованных лиц через онлайн-платформу. Накануне в стране создана национальная комиссия по молодежному кадровому резерву при президенте. И участники будут рассматривать кандидатов, рекомендованных к зачислению в него. Туда может попасть любой казахстанец, не старше 35 лет, имеющий высшее образование и стаж работы на госслужбе не менее 5 лет. Резервисты могут стать министрами, их заместителями, а занять должности первых хакимов областей, городов, республиканского значения или столицы, председателей комитетов и руководителей национальных холдингов. Молодежь до 35 лет может поучаствовать в президентском кадровом резерву и набраться опытом региональных и центральных уровней. Это новый социальный лифт для нашей молодежи. Президент поручил возможность особенно уделять внимание онлайн-платформе. Возможность, думаю, что каждый может поучаствовать, подать заявку через онлайн-платформу. Думаю, в этот раз только одаренные, самые талантливые могут попасть и работать во благо нашей Родины. Первое заседание Национального совета общественного доверия состоится 6 сентября. В Нур-Султане прошла организационная встреча по его подготовке. Политики, общественные деятели и журналисты за круглым столом обсудили вопросы, которые рассмотрят на предстоящем заседании. Также стало известно, что в рамках надсовета создадут рабочие группы по трем направлениям – политическому, экономическому и социальному. Работа Национального совета затронет все важнейшие векторы государственного строительства – политические, социальные, экономические и, конечно же, самое главное – человеческие измерения. По каждому направлению было бы селесообразным сформировать рабочие группы, которые смогли бы сконцентрироваться на выработке комплексных предложений для обсуждения их на общем заседании Национального совета. Проведение первого заседания Национального совета под председательством президента запланировано на 6 сентября. До 10 звонков в день поступают в колл-центр антикоррупционной службы. Люди зачастую жалуются на вымогательство взяток. Антикоррупционщики считают, что преступления можно предотвратить, если проводить с госслужащими постоянную разъяснительную работу. 2001 года за коррупционные преступления было привлечено 17 руководителей ведомств, их заместителей и 15 акимов областей и городов. Сейчас я могу сказать, что более 3000 уголовных дел расследовалось в этом году. Часть, большинство из них коррупционные преступления. Более 700 у нас направлены в суд. У нас идет политика нулевой терпимости. Это не только самому не совершать, но и сообщать о тех коррупционных правлениях, которые у нас есть. В Казахстане разрабатывается новая система оценки и повышения квалификации работников. За последние 7 лет подготовлены больше 350 профессиональных стандартов. Министерство труда и социальной защиты населения отмечает, что из-за отсутствия взаимодействия между госучреждениями, ответственными за подготовку и трудоустройство кадров и бизнесом, идет отставание по срокам реализации проекта. При подготовке стандартов должны учитываться требования работодателей и возможности учебных заведений. В работе необходимо участие квалифицированных экспертов. От качества разработок зависит дальнейшее развитие приоритетных отраслей экономики в стране. Об этом, в частности, говорили сегодня на заседании Национального совета по квалификациям под председательством заместителя премьер-министра Бердебека Сапарбаева. Для координации действий уполномоченных организаций при Центре развития трудовых ресурсов открыт единый проектный офис по развитию социально-трудовой сферы. Есть проблемы именно качества разрабатывающих документов. Есть вопросы формального отношения к этой работе со стороны работодателей. В 19-20-е годы мы должны завершить разработку профстандартов и процесс внедрения их в образовательный процесс. В 21-25-е годы мы формируем законодательную базу и международное подтверждение квалификации. В Усть-Каменогорске откроется физико-математическая школа, а в Семе инновационные учебные учреждения, где начнут готовить операторов программируемых дромом. Планы на будущий год представили на конференции педагогов Восточно-Казахстанской области. Там же наградили и лучших учителей. Восточно-Казахстан – один из лидеров в сфере образования в стране. Здесь первыми в республике начали внедрять систему трехязычия, открыли в школах IT-классы. Следующая задача – подготовить преподавателей по углубленным программам и открыть учебные заведения нового формата. Мы должны создать здесь, в городе Усть-Каменогорске, совершенно уникальный центр знаний, который объединит в себе все, что есть. Это и археология, это и культура, это и художество, это и высоко продвинутые классы мирового уровня. В планах и создании современной физико-математической школы уже есть вся необходимая база, новые методики обучения внедряют сами педагоги. К примеру, в лицее номер 25 обучают детей к программированию беспилотников. И этот опыт теперь будут тиражировать. Глава региона дал поручение закупить дроны. Чтобы в каждой школе области, где открыты эти классы, появилась возможность пойти дальше, развиваться, использовать нашу программу. Обсудили на конференции и текущие проблемы. В частности, в области не хватает около ста педагогов. Чтобы привлечь кадры, нужно обеспечить их жильем. Так 10 учителей получили долгожданные ключи от квартир. Я сейчас по-настоящему счастливый человек, что получил квартиру. То, что получил поддержку со стороны государства. И теперь намерен с новыми усилиями, с большим старанием вкладываться в развитие подрастающего поколения. Отметили здесь и лучших преподавателей. А учебными заведениями года признали школу-села Самарская и электротехнический колледж «Семия». Им вручили по 34 миллиона тенге. Анна Лисенберзина, Слан Тулепов. Итоги дня. Усть-Каменогорск. В Уральске сегодня встречали Анель Сыдыкову, первую казахстанку, которая переплыла Ла-Манш. 38 километров одного из самых опасных участков в мире она без гидрокостюма преодолела за 15 часов. Достижением землячку поздравили родные спортсмены области, молодежь и общественные деятели. Ла-Манш для меня был той вершиной, которую мне хотелось покорить. Она была настолько большим вызовом для меня, но тем не менее я видел, что люди это делают, что это возможно. И я решила испытать себя. Когда я переплыла на конец Ла-Манш, я поняла, что если стремиться к чему-то, то можно всего достичь. В Карагандинской области стартовали традиционные международные соревнования военных снайперов «Алтын-УК». В этом году в них участвуют солдаты из пяти стран. Неделю они будут выяснять, кто лучше. Татьяна Ковалева оценила меткость стрелков. За главный кубок «Золотую сову» поборются знатоки снайперского искусства из Казахстана, России, Белоруссии, Узбекистана и Индии. Всего порядка ста человек. Сегодня у стрелков показательные выступления. Что-то вроде разведки перед главным боем. Вчера биатлон был довольно трудный этап, где от каждого участника требовалось продемонстрировать не только силу воли, но и бороться самим собой. Было все тяжело на протяжении двух с половиной километров. Военнослужащие преодолевали жару, боль. И показывали высокие результаты. Плюс в конце им надо было выполнять стрельбу. Вчера каждая команда продемонстрировала, на что она способна и как она будет идти к финишу. Основные этапы соревнований начнутся завтра и продлятся неделю. За это время команды преодолеют водные преграды, пройдут тропу разведчика, блеснут знаниями по военной топографии, мини-подрывному делу и военно-медицинской подготовке. Испытывать участников будут и днем, и ночью. И тут важна не только физическая подготовка. Это особый склад ума, военнослужащие необходимый. Он должен вести постоянно анализ, аналитику вести, учет. Очень хорошо должна быть развить память, память военнослужащих. Ну и самое главное, что эти люди должны отличаться, самое главное, физической выносливостью, физической выносливостью. Ну и хитростью, потому что без хитринки в разведке и без разумной дуринки, по-русски сказать, что невозможно выполнить задачу. Действие разведчика в боевых условиях, это как гроссмейстер в шахматах. Он должен продумывать не на один шаг, а на много-много ходов. Семь лет подряд золотая сова доставалась казахстанским военным. По словам иностранных участников, возможно, этому способствовали особые климатические условия региона, в которых им труднее справиться с заданиями. Поработали здесь и с прозрачностью судейства. Помимо арбитров, за каждым этапом соревнований наблюдают с помощью видеорегистратора. Если у кого-то возникнут сомнения, то можно детально на экране пересмотреть выполнение каждого элемента состязаний. А в качестве независимых наблюдателей сюда пригласили иностранных специалистов. Соревнования АЛТНК проводились в масштабе вооруженных сил Республики Казахстан. То есть мы проводили их в виде тактико-специальных учений. Но уже с 2011 года мы перешли на новый уровень и начали приглашать международные команды, в первую очередь для того, чтобы продемонстрировать свои навыки и умения. И, соответственно, поделиться, посмотреть, насколько подготовлены наши соседи, перенять у них положительное что-то. Винтовка для снайпера, как любимая жена, одна и на всю жизнь. Поэтому передавать единственную безотказную в чужие руки – плохая примета. Помимо личного оружия, жизнь снайперов облегчают и современные роботизированные устройства. С появлением вот таких мини-роботов дистанционного управления выполнять боевые задачи снайперам стало гораздо проще. Сейчас с помощью него я узнаю, сколько людей находится в ближайшем укрытии. Я вижу, что там находятся двое человек. Один из них – это предполагаемый преступник. И сейчас я его обезврежу. Благодаря такой роботизированной технике вооруженным силам удается значительно сократить потери личного состава во время выполнения спецопераций. Умения работать с такой умной техникой тоже проверят во время соревнований. Имена обладателей «Золотой совы-2019» станут известны уже 3 сентября. Татьяна Ковалева, Адельгазы Толемис, Карагандинская область. Итоги дня. У казахстанцев должна быть возможность участвовать в управлении государством через интернет. Эту норму планируется прописать законодательно. Трансформации нуждается и трудовое законодательство. Удаленную работу необходимо узаконить. Об этом в преддверии Дня Конституции за круглым столом говорили члены Конституционного совета, министры, депутаты и ученые. По словам заместителя директора фонда первого президента Ельбаса Игоря Рогова, в ближайшем будущем роботы станут частью повседневной жизни. Поэтому вопрос правосубъектности необходимо решать уже сейчас. Новые технологии могут навредить, если не регулировать их правовым законодательством. В пример спикер привел опыт Франции, где недавно был принят закон о цифровой республике, в котором устанавливается новое право человека на цифровую смерть. То есть человек умирает, биологически умирает, потом продолжает, он в цифровом режиме, вся его информация работает, и где-то какие-то решения могут приниматься и прочее. То есть на то, чтобы стереть это, это тоже одно из прав человека. Еще одним брендом от Равской области может стать степная трава хумаршек. В голодные годы это растение спасло от верной гибели многие тысячи казахских семей. А потом об этом позабыли. Сегодня в регионе все большее число людей, интересующихся историей, отправляются в дальние аулы, чтобы узнать технологию приготовления продуктов из этой травы. В одном из таких, расположенном в сотне километров от проезжей дороги, и побывала наша съемочная группа. Виктор Сутягин узнавал новые рецепты. Незрачные зеленые кустики в степи, похожие на верблюжью колючку, это хумаршек. Трудно поверить, но по своим качествам она может поспорить и со знаменитым черным тмином или жожоба. А для казахского народа эта трава еще и целый пласт истории. Есть такая красивая легенда. Однажды в песках верблюдица потеряла верблюжонка. Остановилась она, заплакала, и из ее слез выросла вот такая трава хумаршек. Конечно, это легенда. Но что интересно, всеядные верблюды эту траву обходят стороной. А вот для многих тысяч людей в казахской степи в голодные годы эта трава стала настоящим спасением. Мой отец, когда мы в детстве жили в Набагате, он привозил нам вот эту хумаршек, вот эту траву, и говорил, что это в 20-е, 30-е, 40-е годы было кормильцем нашего народа, простого народа, которые жили в степях. У них хлеба не было, и вот этот хумаршек, ими они спаслись. Хлеб вкусный и питательный пекли семян кумаршика, похожих на просы. Делали толкан и тары. Все это хорошо помнят Марии Гумарова. И теперь все больше молодых людей стали интересоваться прошлым, приезжая к ней в расположенной сотне километров от дорог аул в песках за знаниями. Я рассказываю им о кумаршике, показываю, как можно при помощи жерновов смолоть муку. Все он нужен делать вручную. И, конечно, делюсь секретами приготовления из него хлеба и тары. У каждого своя технология приготовления. Этнотуристы, а лучше сказать любознательные люди, с интересом слушают эти рассказы, знакомятся с жизнью бытом аула. И, конечно, с удовольствием пробуют натуральные продукты из кумаршика, из верблюжьего и коровьего молока. Сегодня про это растение я услышал много интересного. Была моя воля, я бы ему памятник поставил. Для региона, где активно развивает туристический бизнес, кумаршик может стать еще одним брендом, наряду с рыбалкой, охотой, полями лотоса, привлекая как внутренних туристов, интересующихся прошлым казахского народа, так и иностранных, для которых это настоящая экзотика. Виктор Сутягин, Тимирал Сунгазиев. Итоги дня. Атаровская область. Наши новости доступны на сайте хабар.кз. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова